Понимаете, сегодня от Украины не зависит ничего, потому что технологический процесс поставки в Европу нашего российского газа по газопроводу украинскому, он таков, что эта поставка невозможна, если не будет соответствующего давления и наполнения в газохранилищах Украины. Она завязана на это. И каждый раз, когда это происходит, это истрахует, и создает правильную ситуацию. На других газопроводах наших технологическая линия выстроена как-то немножко по-другому. И каждый раз о событиях, которые вы говорите, договаривались, это всегда упиралось в неспособность выполнять свои обязательства чисто украинской стороной. Тогда европейские партнеры нас подстраховывали. Хотя, с учетом того, что американцы разрешили однополовые браки, сегодняшняя риторика с разговором того, что наши европейские партнеры, ну, она контрпродуктивна. Я не хотел бы, чтобы меня называли партнером, зная вот эту ситуацию. Но все равно, ну, жизнь никуда не уйдешь, она, она есть. Проблема-то ведь в чем? Украинцы не способны сегодня решать эти проблемы. Европейцы знают, что Украине надо помогать. Второе, помочь. Они знают все равно, что они будут воровать. Сегодня спокойная риторика, производство падает, лето уменьшилось, они могут делать заявление о том, что они отказываются. И это связано с таким резким падением потребления российского газа. Газопровод, украинский газопровод, это сегодня основной поставщик газа в Европу. Потребность Европы в нашем газе еще будет лет 20-30. Может быть, потом американцы найдут, как они считают, какую-то возможность другую. Но сегодня это очень серьезная вещь. Договор у нас заключен до 19-го года. Но самая большая беда заключается не в гнусной сущности украинского руководства, не их извечный вот это, неси им так надкушу, или воспользоваться с другим, сказать, навредить, оболгать, а потом прийти и просить. Так было, так есть, и, к сожалению, так будет. Мы же не случайно делаем другие запроводы. Мы переориентируемся, мы состоем, дифференцируем, защищаем себя и так далее. Буквально лет, наверное, 5 назад было много криков, когда Украина не согласна с нашим, говорили, мы консервируем две ветки. Ведь эта консервация прошла не потому, что украинцы пытались где-то России навредить, потому что эти ветки вышли из строя. Они же не продали России свои газопроводные эти мощности. Справиться с ремонтом, текущим содержанием, сегодня, кроме Газпрома, с такой махиной не может никто. И Украина сегодня не справится. И нам бы еще дожить до 19-го года, чтобы эта структура работала, потому что к 19-му году она перестанет уже физически работать. Будет решить то. И все наши специалисты давно это просчитали. Давно это просчитали. А дальше, ну, уже будут не наши проблемы. И, конечно, сегодня, когда мы говорим, наверное, я там не присутствую, я не знаю, да я и не специалист в этих областях, но думаю, что и подобные вещи так или иначе где-то звучат. Поэтому мы построим все, о чем мы говорим. Так как сегодня украинская власть, вот буквально сегодня Порошенко, готовя к саммиту в Финляндии, еще раз сделал официальное обращение по ужесточению, по ужесточению санкций против России. При этом они ведут разговор по газу, требуют скидки. И когда мы говорим, нет, мы уже такие скидки не дадим, дадим только вот на 50% и так далее, они крайне недовольны. Как понять психологию этих людей, я не понимаю. Это просто бессовестные, беспринципные люди. В ближайшее время они, как северные медведи, потому что скоро уже зима, тут рассталось с ним, будут сосать лапу. Не хочу над эту тему ерничать. Мне просто жалко наших братьев, простых людей, украинцев, наших кровных родных братьев, потому что они сегодня страдают в этих условиях. Эти-то выживут, но будут в следующий раз думать.